Так, ну давайте начинать. Наверное, больше никто уже не подойдет. Значит, сегодня у нас третья лекция. Мы в прошлый раз с вами поговорили про общую экосистему, которая вокруг искусственный интеллект сейчас образуется, то есть весь интерес, бизнес, который вокруг него строится. То есть во всем мире сейчас достаточно большой интерес к этой тематике. Вот сегодня попробуем посмотреть чуть глубже уже, что конкретно сейчас предлагается на рынке. Ну, по крайней мере, такие отдельные примеры систем, которые сейчас часто ассоциируются с искусственным интеллектом. Ну, скажем так, некоторые продукты для от больших компаний к большим компаниям. Вот, посмотрим сегодня на таких воротил, как IBM, Wolfram и так далее. То есть те, кто, считается, были у истоков таких промышленных систем искусственного интеллекта. Вот, хотя на самом деле все это задолго до них появилось. Вот, они скорее популяризовали все это, предложили какие-то готовые продукты для крупных компаний. Вот, и, может быть, посмотрим еще, если успеем, несколько примеров систем, построенных на базе искусственного интеллекта. Ну, или, по крайней мере, то, что авторы или разработчики этих систем преподносят как системы с искусственным интеллектом. Хотя, по факту, это обычная комбинация различных технологий, там, начиная технологии моделирования, оптимизации и заканчивая технологией машинного обучения. Вот, то есть сегодня попробуем такой пока не очень глубоко наряд деталей, скорее посмотреть, что, ну, как-то пощупать, что ли, что такое вообще искусственный интеллект, что под этим сейчас понимается. Вот, потому что у каждого какое-то свое понимание, если начать разбираться. Вот, ну и первая система – это такая компания Вольфрам. Возможно, кому-то из вас она уже знакома. Они выпускают продукт Вольфрам Математика, очень известная в свое время. Это такой соперничающий с Матлабом продукт, который тоже позволяет вам моделировать, делать вычисления. Вот, они больше ориентируются именно на вычисления символьные. То есть если Матлаб больше на моделирование численное, то здесь больше на символьные вычисления. Вот, они вот позиционируют себя как компанию, которая разработала движок для таких формально-логических. То есть помните, у нас на первой лекции мы рассматривали пять типов искусственного интеллекта. Вот, и один из них – это был символисты. То есть искусственный интеллект построенный на логических связях. То есть построение некоторой базы знаний и использование этой базы знаний для ответа на вопрос. Вот, и Вольфрам, он, эта компания, она вот продает по всему миру свой движок. То есть у них есть язык, они называют его, Вольфрам Венгуч, по-моему, они его называют, да, который строится на основе, то есть он как язык программирования, да, он базируется на некоторой базе знаний. То есть он позволяет вам задавать вопросы на языке понятному человеку и получать на них ответы. Вот, и у них только вот есть флагманский продукт, такой скорее маркетинговый, да, Вольфрам Альфа, где они собрали вот свою базу знаний, все, что они смогли накопить по разным направлениям. Вот, и эта система позволяет вам задавать различные вопросы. То есть можно что-нибудь там написать, например, там, например, сложить там 2 и 4, например. И она, по идее, должна это понять, этот запрос, вот, и, соответственно, посчитать, да, ну, вопрос так, как было написано, да, то есть 1,4, а не 4, да. То есть он, в принципе, понимает такие простые, простой язык человеческий, да, и, соответственно, предлагает вам различные варианты ответов. Вот, ну, пока это выглядит больше как действительно какая-то навороченная база знаний, которая распознает текст человеческий, да, и пытается найти ответ на этот вопрос. Вот это похоже на такой, в кавычках, интеллект для участия в игре, там, кто хочет стать миллионером, да, когда он задает вопросы, и вы должны на них отвечать быстро. То есть такие интеллект на уровне энциклопедиста. То есть огромная энциклопедия, которая позволяет вам отвечать на вопросы. Вот это вот такая у них система маркетинговая, да, с которой в целом кроется определенный набор продуктов. То есть при создании вот этой системы они использовали свои наработки, которые они также продают, как некоторые услуги, либо обычные. То есть они предлагают где-то в облаке развернуть, например, в вашем, если у вас речь идет о предприятии, развернуть в облаке вот этот движок для ответа на вопросы. Соответственно, описывают, ну, рассказывают вам, как заносить знания в этот движок. То есть тут у них есть в Альфрам Альфа это такие общедоступные знания, да, там физика, химия, инженерия, там финансы и так далее. То есть все, что такое общепубличное, да. А если у вас, например, какое-то предприятие, то есть какая-нибудь металлургическая компания, и у вас огромный объем знаний, например, там по технологии производства, естественно, что нигде вы такого не найдете. Поэтому вы как бы, по сути, у них приобретаете этот движок и наполняете его теми знаниями, которые вам нужны для вашей работы. А дальше уже технологи, там, сотрудники, аналитики, они могут делать запросы аналогичным образом, чтобы получать ответы на вопросы, исходя из той базы знаний, которая принадлежит вашему предприятию. Это вот такой самый первый и самый такой известный, наверное, пример искусственного интеллекта, да, то есть программа, которая позволяет с вами общаться как с человеком. То есть вы ей пишете как к человеку, ответь мне на такой-то вопрос. Она вам дает на него ответ. Вот, аналогичные системы, это системы различных чат-ботов, которые имеют куда меньше объем знаний, вот, но они, например, могут попытаться предсказывать, что нужно ответить. То есть они не понимают, что вы у них спрашиваете, но они, анализируя структуру того, что вы спросили, там, в зависимости от уровня системы, да, это либо просто структура, частотность слов, которые вы используете, либо уже какие-то связи между словами пытаются выстроить. И они пытаются, не задумываясь о том, что происходит, попытаются вам на них ответить. Вот, в Альфрам Альфа строится немножко по-другому. У них действительно есть база знаний, то есть это не просто база данных, это уже скорее некоторый граф, то есть отношения между сущностями, какие-то методы по работе с этими сущностями, то есть не просто сущности и связи между ними, а еще и методы. То есть, грубо говоря, можно делать композицию сущности, да, то, что одна сущность является методом, вторая там считается, например, параметром метода и так далее. То есть это, ну, возможно, у вас был курс, не знаю, сейчас он есть или нет, по базам знаний. Вот, это отдельное тоже направление, связанное с искусственным интеллектом, как описывать экспертные знания людей для того, чтобы машина могла пользоваться этими знаниями. Вот, Вальфрам Альфа – это как раз пример системы, где вы можете описывать. Ну, вы как пользователь Вальфрам Альфа не сможете, да, но если вы крупное предприятие, вы купили какой-то промышленный вариант этой системы, да, которая у вас в вашем автономном облаке будет развернута, вот, вы можете, соответственно, описать ваши знания, вбить их в эту базу, вот, и после этого, соответственно, любой желающий сможет, задавая вопросы, получать ответ на них. То есть аналог того, что сейчас на производстве есть специалисты, старшие специалисты, которые все знают, вот это такой своего рода замена экспертам, которые все знают. То есть только эксперт, который может работать, там, круглые сутки, обслуживать, там, тысячи запросов в секунду, вот, отвечать на вопросы, например, связанные с технологией производства на вашем предприятии. Вот, то есть это такой самый первый такой вариант системы, то есть, с одной стороны, понимание человеческого языка, то есть того запроса, который пишет не специалист, не аналитик, то есть если сравнивать, например, с запросами к базе данных, где у вас строгий язык SQL есть, формализованный, и для того, чтобы, например, перевести вопрос из вопроса на человеческом языке, вопрос на языке SQL, вам нужно совершить определенные умственные трансформации, плюс знать модель данных в вашей базе данных, что в целом подразумевает, как раз, некоторую интеллектуальную работу. Вот, в системах баз знаний такую работу за вас выполняет движок. Анализа человеческого текста, да, ну, человеческого, как, человеческой речи, да, только речь в данном случае здесь в виде текста. Вот, и в Альфрам Альфа это как раз пример такой системы, которая позволяет вам накапливать знания, именно описывать эти знания, вот, и при этом использовать их для того, чтобы формулировать еще и ответы. То есть распознать вход, что человек хочет, затем найти нужный результат в базе знаний, и затем ответ сформулировать в виде некоторого ответа. Ну, ответ, конечно, выглядит пока не совсем так, как человек отвечает, да, то есть человек скорее будет задавать некоторые уточняющие вопросы. Вот, здесь, конечно, ответ выглядит так, что будет много всяких разных ответов, потому что система не знает, что вы хотите. То есть это еще не диалоговая система. Вот такая настоящая система искусственного интеллекта, она еще и диалоговая. То есть вы спросили 2 плюс 2, 2 плюс 1, например, он вам ответил наиболее вероятный ответ, и потом уточнил, хотите ли вы знать, как это будет выглядеть напрямой, или там, как это будет визуально выглядеть, и так далее. И вы в процессе диалога можете, соответственно, с системой общаться, вот, уточнять вопросы. Вот, здесь пока вот этого нет, то есть тут скорее вы задаете какое-то предложение и получаете ответ. Возможно, это и есть коммерческая версия, тогда вы, например, покупаете некоторый готовый продукт. Вот, ну, система тоже достаточно, ее легко обмануть, да, то есть можно сказать, что я могу сказать, что меня зовут Джон, да, и спросить, какое у меня имя, да. Вот и система сейчас попадет в ступор, например, да. Хотя для человека очевидно, что спросили, да. То есть система не понимает, да, что от нее хотят. Вот, то есть такие вопросы, да, уже она не может, например, отвечать. Вот, что говорит о том, что все-таки, несмотря на то, что она вроде как позиционируется как система искусственного интеллекта, вычисления, да, на основе символов, обработка натурального языка, настоящего, человеческого языка, вот, тем не менее, простая система из двух предложений, она не может на него дать ответ. то есть меня зовут Джон, да, как меня зовут? То есть вы как представились, да, как меня зовут теперь, ответь мне. Вот она не понимает этого. То есть, к сожалению, уровень пока вот такой еще у этой системы. Вот, то есть она больше ориентирована на все-таки какой-то язык, он похожий на человеческий, да, но он все-таки работает с той базой знаний, которая у него есть. То есть в данном случае она не анализирует какие-то подсказки, которые вы ей задаете в вопросе. Вот, этого она не умеет делать. Это одно из, такое, самое очевидное ограничение этой системы. Вот, но, понятно, что она не для этого сделана. То есть она сделана для того, чтобы отвечать на вопросы к базе знаний, которые в нее заложены. То есть это либо публичная база знаний, вот, либо база знаний, которая заложена, то есть публичная, да, которая изначально заложена, либо та, которая заложена на вашем предприятии, которую вы загрузили. Вот, если спросить просто, как тебя зовут, да, она ответит, что меня зовут Вольф Рам Альф. То есть такие вопросы она понимает, но не может понимать контекст. Вот, это такая, такой первый пример системы, который позволяет вам описывать... Ой, все закрылось. Так, а мой экран видно? Алло, меня слышно? Экран видно, да? Отлично. Так, значит, это был первый пример системы, да, искусственного интеллекта. Значит, второй пример. Сейчас, секунду. Вторая компания, которая тоже очень много вкладывает в систему искусственного интеллекта. В некотором смысле она была пионером вообще в целом по IT, то есть первые компьютеры для коммерческих компаний, первые там системы баз данных, системы искусственного интеллекта, там, сетевой коммуникации. Все это было, как правило, в компании IBM рождалось. То есть это там в Америке, там, или 40-50 лет назад, там было несколько компаний крупных, такие как AT&T, это бывший, бывший телекоммуникационный гигант, да, IBM, там, гигант, который связан с компьютерными технологиями. Вот, и у них, тогда еще стартапов не было, тогда вот все развивалось в рамках крупных компаний. Вот, и IBM, он исторически тоже один из пионеров искусственного интеллекта, именно в таком промышленном применении. Вот, у них есть тоже такой флагманский продукт, называется IBM Watson. Это тоже, это система, которая позволяет вам задавать вопросы, и получает на них ответы. Вот, и, соответственно, ну, естественно, вопросы-ответы на натуральном, на языке человеческом. Вот, они тоже, это такой маркетинговый ход, то есть они изначально его разрабатывали, как, ну, как некоторую систему, которая будет играть в игру, кто хочет стать миллионером. Ну, у них там, в каждой стране она по-разному называется, да, там, или у нас там, по-моему, тоже там миллионы названий, там, от брейкринга, что, где, когда, да, и заканчивает там, кто хочет стать миллионером. Да, то есть разные франшизы, но смысл один и тот же, что вам задают вопросы, вы должны на них отвечать максимально быстро. Вот, и такая вот система искусственного интеллекта, которая позволяет вам искать ответы в базе знаний, в базе знаний. То есть инженерами IBM была наполнена база знаний, по новой системе, как Вольфрам делает. То есть они наполнили базу знаний, и, соответственно, эту базу знаний используют для того, чтобы отвечать на вопросы. Вот, и IBM продвигает сейчас такой продукт Watson, то есть это сам компьютер изначальный, он был чисто как маркетинг разработан. Вот сейчас уже это превратилось в целую экосистему, то есть если там погуглить, это на самом деле уже не просто какая-то система, которая отвечает на вопросы, а это уже целая экосистема. То есть они позиционируют ее как систему искусственного интеллекта от IBM. Вот, если попытаться тут начать ковыряться, что это такое вообще, то вы очень быстро утонете, потому что здесь под этим брендом IBM Watson продают все, что угодно. Начиная от конструктора приложений, где вы как из конструктора строите веб-приложения, которые вообще непонятно, причем есть искусственный интеллект, вот, и заканчивая системами распознавания образов, процессинга видео и так далее. В общем, в чем основной смысл этой системы? В том, что вам предоставляются определенные кубики, из которых вы можете собирать информационную систему. То есть если Вольфрам Альфа просто предоставляет вам движок для того, чтобы задавать вопросы, получать на них ответы, то IBM предлагает вам уже целую экосистему, где вы можете собрать приложения, можете подключить различные модели искусственного интеллекта, создать базу знаний, которая будет действовать по определенным правилам, то есть описывать бизнес-процессы, встраивать в эти бизнес-процессы использование моделей искусственного интеллекта. То есть они предлагают некоторую целую экосистему для того, чтобы решать задачи с помощью искусственного интеллекта. Тут реально можно очень долго ковыряться, пытаться докопаться до истины, что же это такое. Значит, у них тут есть целая серия продуктов, которые вы можете использовать для вашей работы. Но здесь мы видим примерно все то же самое. То есть это работа с языком, то есть с человеческим языком, то есть понимание человеческого языка, которое используется для различных задач. Это, по сути, Watson изначально был как система, которая позволяет вам понимать вопросы и на них отвечать. Соответственно, она состоит из систем, которые умеют распознавать человеческие вопросы на человеческом языке, позволяют вам искать информацию на основе той сути, которая спрашивалась, и, наконец, делать ответы. Вот то, чего нет пока в системе Вольфрам Альфа, это ответы пока выглядят немножко странно. Так, у нас вопрос. Какой это был? Кто-то что-то написал? Так, значит, они дополнительно предлагают еще различные продукты, которые построены уже на этих простых, ну, как в кавычках, простых инструментах, понимание естественного языка, поиск информации в базе знаний и ответа. Они предлагают уже такие интегрированные продукты, такие, например, как ассистенты. То есть вы можете заложить определенную базу знаний вашего ассистента, интегрироваться с различными системами обмена сообщениями, либо встроить их, например, в ваш веб-сайт, получить таким образом виртуального ассистента, который будет отвечать на вопросы. Вот. Также у них дополнительно, помимо Вольфрама, потому что есть Вольфрам Альфа, они предоставляют технологии преобразования голоса в текст, текста в голос, и, да, отдельно вот у них решение для описания базы знаний, да, для вашего домена. То есть если у вас предприятие с какими-то знаниями, там, по химии, например, по технологии, то они дополнительно представляют еще возможность вам описывать эти знания, чтобы использовать их вот в таком диалоговом режиме. То есть когда человек задает вопросы, уточняет их, либо ваша система начинает задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы человек получил нужную информацию, которая ему нужна. То есть в некотором смысле она позволяет заменить, опять-таки, некоторого эксперта, который там в ходе своей там сорокалетней работы накопил определенный опыт по решению тех или иных задач. Вот. Позволяет таких вот людей заменять, да, на некоторую базу знаний. Ну, все, кто общался с чат-ботами Сбербанка, знают, что на самом деле они могут отвечать только на какие-то очень простые вопросы. Чаще всего я, например, после двух-трех попыток просто пишу, позовите, пожалуйста, оператора. То есть он на такой запрос он нормально отвечает, переключает на оператора. Все остальное как-то очень тяжело пока идет. Не знаю, кого конкретно Сбербанк использует, да, но это просто пример того, что не только IBM этим занимается. Вот. Но они были одни из первых, кто это пытался внедрять в промышленное использование. Вот. Также у них есть, ну, понятно, переводы текстов, тоже сейчас никого этим не удивить уже. И также вот задачки, связанные с классификацией. То есть у вас есть документы, вам нужно их ранжировать, например, по топикам. Тоже вот такие вот решения, они готовы уже предлагают. То есть в чем их преимущество, да, в том, что эти решения готовы, вам не нужно ничего тут особо придумывать. По сути, у вас есть инструмент, с помощью которого вы можете решать задачи вот на таком уровне понимания. То есть сказать, отранжируй мне документы, он вам их отранжирует. Там, переведи мне там с китайского на японский. Он вам переведет. Там будет, конечно, вопрос качества, но в целом там система перевода сейчас достаточно хорошо развиты. Вообще все, что связано сейчас с текстовой информацией, достаточно хорошо уже освоено в сочетании технологий. Вот. Также они там уже дополнительные у них инструменты, больше связанные уже с машинным обучением. То есть когда нужно, например, что-то спрогнозировать, какой-то скоринг ввести. То есть они предлагают различные модели, которые тоже позволяют вам заменить некоторые такие рутинные операции, может быть, даже в некотором смысле неочевидные, то, чем раньше занимались аналитики. То есть, например, раньше там аналитик сидел и проверял каждого заемщика по ипотеке, смотрел, насколько он давать ему кредит, не давать. То есть сейчас очень популярны системы автоматического скоринга, по крайней мере, на первом этапе, на первом отсеве. Если вы там подаете заявку на ипотеку, вам сразу же рассчитывается вероятность получения. Чаще даже говорят просто, какую сумму вам выдадут и на какой срок, под какой процент. Вот эта система скоринга, они действуют не только в банках, система скоринга используется и в маркетинге очень часто. Например, когда вы, например, решать, показывать вам рекламу или не показывать в интернете. Делать вам целевой звонок, не делать целевой звонок. То есть кроме маркетинга и в производстве тоже это используется. То есть когда нужно принимать какие-то решения, тоже нужно произвести своего рода скоринг каждого варианта и таким образом выбирать, например, наиболее оптимальный из них. Вот. Что еще? Ну, вот тут про предиктивную, то есть попытка предсказать рост вашей аудитории. Ну, понятно, они ориентированы на бизнес, на тот бизнес, который зарабатывает много-много денег, соответственно, понятно, что прогнозирование аудитории вашего продукта, то есть отклика, вот вы вводите, например, новый продукт, как, например, пользователь на него среагирует, да, или, например, определение тех людей с тем социальным капиталом, каких-нибудь известных личностей, там, блогеров, которые дадут наибольший отклик для вашего бизнеса, то есть в кого инвестировать, где размещать рекламу. Вот. Ну, и, например, там оценка настроений, то есть как вообще к вашему продукту относятся, к примеру. То есть так или иначе. Ну, и, соответственно, для бизнеса тоже много чего предлагают. Но, опять же, тут начинают, да, уже вроде как про искусственный интеллект говорили, да, начинают уже нам рассказывать про какие-то приложения, да, то есть создание приложений, непонятно, почему есть искусственный интеллект, то есть мониторинг – это просто дэшборды, которые что-то рисуют. Причем здесь искусственный интеллект вообще непонятно. Вот, то есть, грубо говоря, IBM, он продает такую в комплексе все. Вот вы подписались на IBM, да, и в ближайшие 40 лет будьте готовы платить, потому что вы будете целиком завязаны на их продукты, потому что они вот целую экосистему предлагают вам, вот, и слезть с нее очень тяжело. Ну, аналогичным образом Microsoft в свое время действовала, да, когда предлагал систему Windows. Если вы начали работать в Windows, там, в школе вас учили работать в Windows и набирать документы в Варде, вот, то потом вы до конца жизни будете плеваться, там, при виде Linux, например, да. Вот, то есть, вот такая у них тоже идеология, попытка продажи всего под каким-то красивым соусом. То есть, если сейчас популярен искусственный интеллект, то, значит, под искусственным интеллектом продается все, что угодно. Вот, изначально IBM, конечно, их бизнес строится на, по сути, продаже сейчас некоторых облачных сервисов, то есть, они изначально начинали как компания, которая разрабатывает мейнфреймы для вычислений, то есть, для организаций. Потом мейнфреймы превратились в облако, это потом там уже появились Amazon и Microsoft со своими облаками, да, первым все-таки был IBM. Вот, сейчас у них следующая часть эволюции, да, то есть, это искусственный интеллект уже, не просто облако. Вот, и сейчас новое, совсем-совсем новое, да, это у них уже облако для квантовых вычислений. То есть, они одни из первых, кто запустил коммерческое облако на базе квантовых компьютеров. Но это совсем другая тема, да, то есть, пока вот речь про искусственный интеллект, где, тем не менее, продается все, что угодно. С искусственным интеллектом связано только вот понимание языка и, наверное, различные задачки, связанные с прогнозированием. Ну, и также там есть еще задачи, связанные с распознаванием изображений, звука и так далее. То есть, своего рода такие базовые компоненты, которые, ну, может быть, не так уж тянут на интеллект. То есть, ну, и, конечно же, база знаний. Вот примерно такой джентльменский набор искусственного интеллекта. То есть, база знаний, описывающая то, что вы знаете о предметной области. Затем какие-то приложения, которые описывают бизнес-логику. И под ними, как некоторые такие конечности, это различные алгоритмы, которые позволяют вам, например, преобразовать текст в запрос к базе знаний. Ответ базы знаний преобразовать обратно в текст. Там преобразовать речь в текст, текст преобразовать в речь. То есть, построение таких диалоговых систем. Вот, это то, что предлагает IBM. Вот, ну, у них еще что интересно, в отличие от Wolfram Alpha, да, они еще делают всякие PR-проекты. Вот один из них, это они создали такой автономный кораблик, который плавает по океану. Ну, не плавает, ходит, конечно. Значит, и здесь вот они описывают, какие технологии они при этом применяют. То есть, ну, примерно так выглядит, значит, что они используют, да, вот из своих продуктов. То есть, смысл этого проекта в том, чтобы продавать как конкретные продукты. То есть, они описывают здесь подробно вот на чем он базируется. То есть, у них используется как система верхнего уровня. Это Decision Manager. Это система, которая позволяет вам описывать бизнес-логику приложения. Ну, даже не бизнес-логику, а скорее описывать некоторые правила. Бизнес-правила работы вашей системы. Это, такие системы, они появились очень давно, на самом деле. То есть, есть классический подход к автоматизации бизнес-процессов. Это вы описываете процесс. Потом у вас в этом процессе появляются точки принятия решений. И точки принятия решения вы описываете с помощью специальной методологии, DMN, которая, по сути, состоит из набора бизнес-правил, которые тоже могут структурироваться определенным образом. Вот, и IBM предлагает такую систему Decision Manager, которую здесь они продают как искусственный интеллект. На самом деле, это просто автоматизация бизнес-процессов. Вот, и под ним они дальше строят свою систему. Значит, систему у них, сейчас попробуем показать, да, вот она примерно таким образом строится. То есть, у них на верхнем уровне вот эта бизнес-логика этого дрона, этого кораблика. То есть, там, если начинать погружаться в детали, да, то есть, есть целые правила кораблевождения, которые описывают, как нужно поступать в различных ситуациях. Это вполне формализованный набор правил. Примерно так же, как правила дорожного движения, да, там четко формализовано. Там, пропусти правый поворот является приоритетным. Там, если ты выехал на перекресток, пропусти всех, кто через тебя проезжает. Примерно то же самое есть судовождение. И вот все эти правила, бизнес-правила, они как раз описываются с помощью некоторого набора формальных правил. Это вот тот самый, один из подвидов искусственного интеллекта, базирующегося на формально-логических допущениях. Вот отдельный вопрос, насколько там у них сложная логика может быть. Это мы еще отдельно будем рассматривать, какие есть варианты. Но в целом, это такой достаточно популярный паттерн для системы искусственного интеллекта, построенных на базе некоторых формально-логических определений. То есть смысл таких систем в том, что вы берете некоторый набор формальных правил, например, правила судовождения, и переносите их в виде набора правил в систему. Система начинает выбирать эти правила и на основе них принимает решения. Для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы каким-то образом информация поступала. Для этого они используют системы, скажем так, искусственного интеллекта более низкого уровня. То есть система распознавания видео. То есть у них весь корабль облеплен со всех сторон камерами. И по этим камерам они определяют текущую ситуацию. То есть если правило гласит, что уступи кораблю, который движется от тебя слева, например, то, соответственно, кто-то должен понять, что сейчас действительно находится корабль слева. Для этого есть камеры, которые со всех сторон все снимают. Есть алгоритм анализа видеопотока, который позволяет этот видеопоток преобразовать в конкретное состояние текущее окружающей ситуации. То есть где находится корабль, насколько далеко он находится. То есть есть целый набор датчиков, которые позволяют вам на эти вопросы получать информацию, а дальше строится система, которая позволяет эту информацию сырую преобразовать уже в конкретный набор флагов, переменных значений, которые будут использоваться в бизнес-правилах для принятия решений. Это такой общий обзор. Да, давайте перерыв сделаем. Сейчас у нас прервет. Потом продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...